Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, пишите свои комментарии, пожелания. Возможно, озвучим мне ваших произведений. С уважением к вам, Павел Беседин. История с привидением Я снял квартиру в самом центре Бродвея, в огромном старом доме. Его верхние этажи пустовали многие годы до того, как я там поселился. Это было царство пыли и паутины, одиночество, молчание. В первый же вечер, поднимаясь по лестнице, я испытал смущение и робость, будто бродил среди могил и нарушал покой мертвых. Впервые в жизни в душу закрался суеверный страх. И, когда я свернул в темный угол лестницы и невидимая паутина липкой вуалью окутала лицо, я вздрогнул, словно встретился с привидением. Добравшись до своего жилья, я с облегчением запер дверь на замок и отгородился от могильного мрака. В камине весело пылал огонь, и я всем существом ощущал блаженство и покой. Прошло два часа. Я вспоминал былые времена, передо мной уставали картины минувшего, из тумана прошлого проступали полузабытые лица. Звучали голоса, давно смолкнувшие, песни, которые теперь никто не поет. Мои грезы становились все туманнее, печальнее, и от того завывания ветра за окном звучало плачем причитанием, а дождь, яростно барабанивши по стеклу, теперь, казалось, постукивал вкратчиво, уныло. Один за другим стихли звуки улицы, где-то вдалеке замерли шаги последнего прохожего. Наступила полная тишина. Ее нарушал лишь стук моего сердца. Вдруг мое одеяло медленно поползло вниз, будто кто-то стягивал его к ногам. Я не мог шевельнуться. Одеяло все ускользало. Вот уже обнажилась грудь. Цепившись в него изо всех сил, я натянул его на голову. И снова ждал. Слушал и ждал. Рывок. Несколько секунд, длившихся целую вечность, я лежал. Оцепенев от ужаса, одеяло ускользало. Собравшись силами, я дернул его на себя и удерживал, что было мочи. Ощутив легкое потягивание, я до боли стиснул пальцы. Но одеяло тянули все сильнее. И я не мог его удержать. В третий раз оно оказалось у ног. Я застонал. Послышался ответный стон. Под каплями проступил у меня на лбу. Жизнь едва теплилась во мне. И вдруг я услышал тяжелые шаги. Не человечью поступь. А как бы топот слона. К моему великому облегчению. Шаги удалялись. Кто-то приблизился к двери. Вышел, не открывая замка и засова, и побрел мрачными коридорами. Заскрипели полы, балки. Потом снова воцарилась тишина. Когда волнение слегка улеглось, я сказал себе. Это кошмар. Обыкновенный ночной кошмар. Я размышлял о происшествии, пока не убедил себя, что это и впрямь ночной кошмар. Успокоенный, я рассмеялся и заново ощутил радость жизни. Поднявшись, зажег газовую лампу. Убедился, что замки и засовы не тронуты. На душе стало веселее. Я запалил трубку и сел возле камина. Вдруг кровь ударила мне в лицо. Дыхание сперло. Трубка выпала из похолодевших рук. В зале у камина, рядом, с отпечатком моей босой ноги, появился другой. Такой огромный, что мой собственный походил на след ребенка. Значит, кто-то здесь был. И слоновый топот мне не померещился. Я погасил свет и лег в постель. Парализованный страхом, нескончаемо тянулись минуты. Я лежал, слушаясь в темноту. Раздался скрипучий звук, будто волокли тяжелое тело. Потом грохот, будто его швырнули на пол. И стекла в оконных рамах задребежали. Со всех сторон захлопали двери. Послышались осторожные шаги. Кто-то бродил по коридорам, вверх и вниз по лестницам. Подходил к моей двери и, поколебавшись, удалялся. Временами до меня доносился кандаленный звон. Я прислушался. Он звучал все явственней. Кто-то медленно поднимался по лестнице. И звон цепей сопровождал каждое движение. Кандалы гремели в такт шагам. Я улавливал приглушенные разговоры. Полузадушенные крики, шорох, незримых крыл. Мое жилье подверглось нашествию. Мое одиночество было нарушено. Возле кровати слышались вздохи. Приглушенный шепот. На потолке, прямо у меня над головой, заолели три пятна. Какое-то мгновение они излучали мягкий свет. Потом капли тепловатой жидкости упали мне на лицо и на подушку. Даже в темноте я догадался, что это кровь. Передо мной возникли бледные, неясные, как сквозь туман, лица. Бескровные руки, воздетые к небу, проплыли в воздухе и тут же исчезли. Внезапно все стихло и шепот, и голоса, и неясные звуки. Наступила гробовая тишина. Я ожидал, весь обратившись вслух, чувствовал, что умру, если тача же не запылает огонь в камине. Скованный страхом, я медленно приподнялся, и чья-то холодная, влажная рука коснулась моего лица. Силы покинули меня, и я упал, как подкошенный. Послышалось шуршание одежды. Кто-то направился к двери и, не открывая ее, вышел наружу. Снова воцарилось безмолвие. Еле живой, я с трудом сполз с постели. Руки у меня тряслись, как у старца. Я едва зажег свет. Он принес некоторое облегчение. Сидя у камина, я погрузился в созерцание отпечатка огромной босой ноги. Постепенно ее очертания стали расплываться перед глазами. Газовый свет тускнел. Я снова услышал слоновий топот. Шаги приближались. Они звучали все отчетливее и тверже в мрачном коридоре. Свет лампы становился все слабее, слабее. Тяжелые шаги стихли у самой двери. Синеватый чахоточный огонек замерцал. И вся комната погрузилась в сумеречную полутьму. Дверь была по-прежнему заперта. Но вдруг дуновение ветра коснулось моей щеки. Я ощутил прямо перед собой что-то огромное, туманное. Я не мог оторвать глаз от живого облака. Излучая бледный свет, оно постепенно приобретало определенные очертания. Появились руки, ноги, тело. И, наконец, я увидел сквозь дымку огромное, огромное печальное лицо. Сбросив туманные покровы, передо мной предстал обнаженный мускулистый красавец. Великолепный кардефинский великан. Все мои страхи тут же улетучились. Даже ребенок знает, что добрые великаны не причиняют зла. Я снова воспрял духом, и в полном согласии с моим настроением засветилась газовая лампа. Ни один изгой не радовался обществу, как я, увидев перед собою добродушного великана. «Так это ты?» – скричал я. «Знаешь, за последние два часа я чуть не помер со страха. Какая радость, что ты пришел! Постой! Не садись!» Я спохватился слишком поздно. Он сел и тут же оказался на полу. Никогда не видел, чтоб стул в один миг разлетелся в дребезги. «Погоди! Сломаешь!» Опять опоздал. Послышался треск, и еще один стул распался на первоначальные элементы. «Черт бы тебя побрал! Ты соображаешь, что делаешь? Всю мебель хочешь переломать? Иди сюда, дурак окаменелый!» Все напрасно. Не успел я и слово молвить, как великан уселся на кровать, и от нее остались жалкие обломки. «Слушай, как прикажешь это понимать?» Возмутился я. «Сначала вламываешься в мою квартиру, тащишь за собой целый полк нечистой силы, бродяг, бездельников, чтоб запугать меня до смерти, потом являясь сам в неприличном виде. В цивилизованном обществе такое дозволяется только в респектабельных театрах. Да и то нагишом там разгуливают лица другого пола. А теперь вместо возмещения морального ущерба ты ломаешь мебель. «Зачем ты это делаешь?» «Вред не только мне, но и тебе. Гляди, отбил себе крестец, весь пол завален осколками твоего окаменелого зада, будто это не квартира, а мраморная мастерская. Стыдись, ты не малое дитя, пора соображать, что к чему». «Ладно, больше не буду, войди в мое положение, я не сидел больше столетия», – пробурчал великан. «Даже виновата, бедняга», – смягчился я. «Пожалуй, я обошелся с тобой слишком сурово, ведь ты, наверное, сирота. Садись на пол, с твоим весом только на полу и сидеть. Ведь если ты все время нависаешь надо мной, какая тут беседа? Садись, и я залезу на высокий стул. Вот мы и поболтаем». Великан накинул на плечи красное одеяло, надвинул на голову, словно на каску, перевернутый таз и, закурив мою трубку, расположился на полу в живописной позе. Я развел огонь в камине, и он придвинул к живительному теплу ступни огромных ног. «Что у тебя с ногами? Отчего они потрескались?» – спросил я. «Да это проклятые ознобыши», – отвечал великан. «Когда я, окаменев, лежал под фермой Ньюэлла, ознобыши пошли по всему телу, от пяток до затылка. Но я все равно люблю эту ферму. Она для меня словно отчий дом. Нигде не чувствую такого покоя, как там». Мы поболтали еще с полчаса. Я заметил, что у моего гостя усталый вид. И сказал ему об этом. «Усталый?» – переспросил он. «Да, пожалуй. Ты был добр ко мне, и я расскажу тебе все без утайку. Я – дух окаменелого человека, что лежит в музее напротив твоего дома. Я – привидение Кардевского великана. Мне не будет мира и покоя до тех пор, пока мое бедное тело не предадут земле. А как проще всего заставить людей выполнить мою волю? Я решил, застращаю их привидением, появляющимся возле тела. И вот ночью, за ночью, я брожу по музею. Призвал на помощь других призраков. Только старался я понапрасну. Кто же посещает музеи ночью? Тогда мне пришла в голову другая мысль – запугать людей в доме напротив музея. Думал, из этой затеи выйдет толк, если меня выслушает со вниманием. К тому же со мной были самые страшные призраки из осужденных на вечное проклятие. Ночью напролет мы дрогли в этих затлых коридорах, волочили за собой цепи, стонали, зловеще перешептывались, топали вверх и вниз по лестнице. И, сказать по правде, я выбился из сил. Но сегодня я увидел огонюк в твоем окне и обрадовался, и взялся за дело с жаром, как в былые времена. Дошел до полного изнеможения. Умоляю, подари мне хоть призрачную надежду. Я сорвался с места, как ошпаренный, и закричал. Ну, ты дал, Маху, бедный окаменелый чудак. Все твои труды пропали даром. Ты слонялся возле гипсовой копии. Подлинный кардивский великан в Албане. Что ж ты, сто чертей и одна ведьма собственные останки от подделки отличить не можешь? Я никогда не читал на чьем-либо лице такого откровенного желания провалиться сквозь землю от стыда и унижения. Окаменелый человек медленно поднялся с пола и спросил. Скажи честно, это правда? Как-то? Как то, что я стою перед тобой? Великан вынул трубку изо рта и положил ее на доску каменную. С минуты постоял в нерешительности, задумчиво склонил голову на грудь, бессознательно, по старой привычке, заложил руки в карманы и, наконец, произнес. Да, никогда раньше я не попадал в такое дурацкое положение. Окаменелый человек сам надувал как угодно, кого угодно. А теперь он, подлый мошенник, предал свой собственный призрак. Сын мой, если в твоем сердце осталась хоть капля жалости к бедному одинокому привидению, никому не рассказывай об этом случае, подумай, каково мне чувствовать себя ослом. Я слышал его величавую поступь, шаг за шагом, пока он не спустился по лестнице и не вышел на пустынную улицу. Я жалел, что он ушел. Бедняга. Но еще больше.